Дема это тяжелая для нас и, конечно, табу для нашего общества, но это не значит, что проблема выбора способа погребения и сохранения достойной памяти обрушедших не существует. В советский период сфера ритуального обслуживания отличалась высокой степенью государственного монополизма и основы правового регулирования погребения и похоронных дел в Советской России были заложены в декрете Совета народных комиссаров в декабре 1918 года о кладбищах и похоронах, которым от ритуального обслуживания отстранили православную церковь и иные конфессии, а также законодательно покончили со сословными привилегиями в погребении и отменили оплату мест на кладбище. Все эти мероприятия были отнесены к коммунальным службам и были созданы предприятия ритуального обслуживания. И конкретно эта сфера была отнесена в разряд бытовых. Ликвидация конкуренции и частные инициативы не способствовало развитию этого сектора бытового обслуживания. И монополия государства привела к тому, что в каждом городе была создана единственная муниципальная служба похоронная, которая как раз осуществляла все бытовые услуги и, как правило, отличалась низким качеством обслуживания. В 90-е годы эта сфера стала стремительно развиваться и лозунг «Рыночная экономика во всем» также повлиял на эту сферу рынка. Деятельность по ритуальному обслуживанию населения стала конкурентоспособной, стала предпринимательской. И с той поры и в настоящее время поступают предложения на рынке ритуальных услуг, в том числе и коммерческие. И поэтому хотелось бы, чтобы сегодня эту тему обсудить и предложения от вас, как от общественников, выслушать. В свое время решался вопрос об организации крематорий в городе Саратове. Это был период, когда у нас был первым старем горкома Кочетков и представителем горосполкома Мысников. Тогда велись переговоры с немецкой стороной и практически это все было почти решено. Но взбунтовался народ. Почему мы у немцев покупаем эти крематории, где жгли наших солдат и жителей? И на том дело застопорилось. Вот, например, моего друга, бывшего посла Словакии или в Чехословакии он был, Владимир Михайлович Куликов. В своем завещании он попросил, чтобы его кремировали. Так вот, из Саратова его везли в Волгоград, там крематорий есть, и оттуда потом сюда. Поэтому, правильно говоря, земли обширно отдаются, земли выкупаются, может быть, даже выкупаются в ухер к дальнейшему развитию города вдаль или вдоль, или поперек. Поэтому я считаю, что крематорий – это самый цивилизованный способ. Стоит стена скорби, там ниши, куда потом эти урны с прахом ставятся, и поэтому большого количества земли для этого не требуется и так далее. Закон о похоронном деле предполагает подготовку и захоронение. Под захоронением прямые обязанности должны вместо управления. Поэтому у нас везде существует тот самый ритуал, который должен принять в город кладбище и захоронить. И в его же полномочия входят содержание территории кладбище. Почему это сделано монопольно? Правильно, конечно, потому что это безопасность. И с точки зрения санитарно-гигиенических правил, и с точки зрения благоустройства, и прочего, и так далее. Мы не спрашиваем, что думаем, но это сделано, что вот действует, поэтому все же связано с подготовкой. Хоть активами, хоть, так сказать, умоления, и прочего, и так далее. Это рыбка. Все, что за ограблением, это мультипалитет. Я сейчас не скажу, что есть кремль – готовка и захоронение. И думаю, что если мы серьезно хотим заниматься этим вопросом, нам надо исходить из того, чтобы досматривать закон. То есть, если это муниципалитет, к примеру, право захоронение, то надо тогда выяснять цены вопроса. То, что бюджетом Сарапа говорит о том, что 500-600 миллионов как минимум идет на это… Строительство. 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 Ну, наверное, мы не можем без полного места направления. Если здесь, возможно, какие-то рыночные основы, тем надо изучать. Что касается истории, гораздо позже этот вопрос обсуждался. Было в 2001 году в Горгубе. Мы рассчитывали его размещение на целковичных делов. Значит… Но тогда, когда исходили все-таки, что это финансирование должно осуществить город, мы не тянули. Но, в чем Володя Павлович Павлович правильно сказал, почему тему не получил развития, вполне понятно, что церковь горечит. Православие это не принято. Поэтому это тоже вопрос, который надо, я считаю, обсуждать с представителями конфессий. Основные… Как они отнесут этот вопрос? Да, есть право каждого. Просить требовать, чего захоронить, так как он считает нужным. Но это не масса, давайте поднимать. Поэтому, есть предложение запросить для начала, что это за полномочия в рамках закона о попрямении и в хронологии. Потом дальше куда-то двигаться. Спасибо. Спасибо.